Как часто вы говорите неправду? Я никогда не говорю неправду, потому что она разлагает взаимоотношения людей, и я отношусь к этому довольно скептически. Неправду говорю достаточно часто, я вот так честно скажу сейчас правду. Как бы многие люди не готовы слышать серьезные слова в свой адрес, поэтому приходится как-то что-то придумывать. Я стараюсь не брать, потому что считаю, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но так считают далеко не все. Иногда гораздо проще обмануть и придумать оправдание своему поступку. Риторический тезис «ложь во благо» – один из самых острых в этике межчеловеческих отношений. Тот факт, что каждый из нас врал хотя бы один раз в жизни, является не столько статистическим, сколько философским. Иногда от небольшой лжи ничего не зависит, но бывают случаи, когда она определяет жизнь человека. Хорошо, что на страже правды в современном мире стоят высокие технологии. Максим Янин шутя называет себя правдологом. Чтобы выяснить, лжет ли человек, ему не нужен волшебный эликсир. Все необходимое умещается на небольшом столе. Этот набор проводов и есть детектор лжи – полиграф. Прибор фиксирует многочисленные физические показатели человеческого тела. Первый датчик мы одеваем – это датчик нижнего дыхания. Датчик у нас верхнего дыхания. Следующий у нас датчик кожно-гальванической реакции. То есть основной датчик, который нам дает показания о виновности либо невиновности лица. Металлические пластины, покрытые серебром, считывают самые слабые импульсы, которые пробегают по коже в момент произнесения неправды. Природа сыграла злую шутку с людьми. Когда глаза могут хладнокровно лгать, кожа обязательно выдаст обманщика изменением уровня проводимости. Скажите, ваша фамилия Симонов? Нет. Скажите, ваша фамилия Ткачев? Нет. Результат сам по себе очевиден. На любые фамилии у вас реакции нет. Фамилия Ткачев и вот ваша пиковая реакция. Видна ваша ложь, да? То есть вы соврали на свою фамилию. Алексей Труфанов один из наиболее опытных специалистов на полуострове. Больше 20 лет он занимается диагностикой правды. В профессию попал случайно. Предложили пройти курсы повышения квалификации. Поначалу к методу отнесся скептически. Лишь позже понял, какими возможностями обладает прибор. Алексей, в каких жизненных ситуациях применяется полиграф? Любой вопрос, который задается человеком, на который можно соврать, теоретически можно проверить с использованием полиграфа. Полученные данные могут приниматься судом? Вообще это ориентирующая информация. Потому что достоверность 95-98% по мировой практике суды не всегда принимают. Тем не менее, полиграф используется правоохранительными органами. С его помощью можно не только уличить преступника, но и определить профессиональную пригодность личного состава. Интересно, что не реже с помощью прибора стараются решить задачи любовного характера. По изменам часто ревницы обращаются. Дела эти такие, как бы, не очень хорошо с ними работают, потому что в конце концов себя разрушается. Полиграфолог – редкая и востребованная специальность. Сеанс выяснения правды у такого эксперта стоит от 5000 рублей и выше. Но несмотря на коммерческий интерес, знатоки советуют чаще говорить правду. Им, как никому, известно, что тайное рано или поздно становится явным. Александр Ткачев, Влад Коровцов. Утро нового дня.